Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и меня очень много раз просили снять обзор на Ликана, потому что якобы те обзоры, которые есть на платформе YouTube, они уже давно устарели и свежие обзоры отсутствуют. Я не знаю, насколько это правда, не перепроверял, но раз просят, могу заснять, тем более, что машина у меня есть. Что с собой машина представляет по техническим характеристикам, сейчас обсудим кратенько здесь, потом еще перейдем в сравнительную табличечку, ну а потом посмотрим на броню и, соответственно, зайдем в бой. Итак, ребят, по орудию. Орудие крайне унылое, плюйтесь в меня, бросайтесь в меня фекалиями, говорю как есть. 5,4 время сведения просто безбожное, просто ужасное. Разброс на 100 метров огромен. Если ты полностью не свелся, однозначно полетит не туда, куда хочешь. А если ты полностью свелся, то поверь мне, как правило, все равно будет очень существенное отклонение от точки прицеливания. Точка прилета будет, ну, существенно сдвинута. Урон в минуту. 1876, советую данную цифру запомнить. Давайте запомним ее как 1900 для ровного счета. Время перезарядки тоже не радует целых 12,8. И это с учетом того, что есть оборудование, есть амуниция. Короче говоря, практически 13 секунд. Да, клево. Альфа 400. Но, ребят, 13 секунд на данной машине необходимо каким-то образом пережить. 175 миллиметров пробития достаточно на своем уровне, но уже плохо играется против восьмерок. Тут помогут, конечно, подкалиберные, но тогда ваша альфа падает до 340. И в процентном соотношении это существенно. Высклонение вниз минус 10 крайне приятное, крайне комфортное. Плюс к тому, с учетом того, что у машины нет брони практически, как вы видите, красных зон в принципе нет, хотя это тяжелый танк. Если ты стоишь ровно в прямой проекции, сейчас ствол поднимем, в прямой проекции стоишь, тебя не будут особо там куда-то целить, будут бить в огромные нижние бронелисты. Будут пробивать просто с легкостью. Если ты начинаешь где-то как-то доворачиваться, тебя начинают пробивать все равно сюда, сюда, ну и, соответственно, сюда. Ты можешь поставить назад маски, но это тебя не спасет. То есть, ну не то, что ты можешь поставить, я их просто сейчас снял для того, чтобы показать броню. Они, короче говоря, не спасают. Фугасами кидать зачем? Кому это надо? Просто бросай вот сюда вот в башню и, слава богу, стоишь вот так, вот тебя разбирают вот сюда, вот сюда, вот сюда. Тебя разбирают сзади абсолютно спокойно, это коню понятно. Что касается бортов, тут тоже 80 миллиметров. Да кто тебя не пробьет? Да все тебя пробьют, тебя пробьют, бляха-муха, пятерки по большому-то счету. Короче говоря, от тяжелого танка только размеры и название. Что касается брони, она здесь отсутствует. Что касается углов склонения, да, очень круто. Если ты опускаешь полностью орудие, если ты за каким-нибудь холмом прячешься вот так вот, прям пряча полностью свой нижний бронелист, то здесь скос башни такой, что фиг ты туда попадешь по большому счету. И это действительно порой очень удобно. Здесь я ничего говорить не буду и порой сам так именно и отыгрываю. Особенно, когда хочу выжить и подольше пробыть в бою. Вот сравнительная таблица со всеми машинами тяжелыми на седьмом уровне. Огромное, огромное количество танков, которые составляют конкуренцию. Но, ребят, конкурентов в принципе как таковых нет. Есть просто те, которые на голову выше. 1900 единиц альфы, про которые я говорил, повторяются только на ИСе втором. Повторяются у нас на ИСе втором, только уже на Правда СП. И, ребят, 190 у нас еще есть у ИСа второго, опять-таки, 1945 года и КВ-3 проходной танк. Есть, конечно, ребята, у которых альфа и похуже будет. Ой, простите, ДПМ и похуже будет. Ну, в частности, допустим, тот же самый Гусь. Здесь у него как бы, как ни крути, фигня получается в отношении заявленного ДПМа. Есть еще Франкенштанг, но здесь совсем другая история. Тут пушка совсем другая. Если ты будешь отыгрывать, допустим, на альфе, то... Ой, господи, на голде, то твоя альфа, она будет больше. 500 с копейками. И поэтому ДПМ здесь будет совсем другой. А здесь же, отыгрывая на лекане, допустим, на голде, ты будешь иметь меньше уровень наносимой альфы. Поэтому, ну, ни в какое сравнение не идет. Есть еще Лупус, но попробую его, где достанет, он только за бабки продается. И все, ребят, по большому счету. Больше, ребят, которые похуже будут. Просто на уровне нет. Что касается, ребят, подвижности машины. Да, здесь, конечно, вопрос им тоже отсутствует. Но уже в пользу Ликана. Подвижность у него существенно лучше, чем у всех на уровне. И это даже ощущается, когда ты играешь на данной машине. Что касается доходности. 150% доходности. Но поверьте, на том же самом Франкенштанге, которого продают за 2000. Последний раз я его видел на продаже. И, честно говоря, офигела ценника. Насколько дешево данную великолепную машину продавали. То на Франкенштанге вы реализовать данную доходность сможете гораздо лучше. Потому что ваша результативность в бою будет гораздо выше. Что меня вообще просто наглухо поразило. У меня было такое впечатление, что у меня соседи батареи красят, а я краски надышался. Так это процент побед. 56,4. Он реально лучше, чем у всех. И кто-то скажет, только что промелькнуло зеленое. Да, окей, промелькнуло. Но это, ребят, крушитель. Опять-таки машина, которая не идет вообще ни в какое сравнение с Леканом. Все. Все остальные почему-то имеют ниже процент по победам. Причем существенно ниже. Кто тут у нас есть такой, чтобы максимально приблизиться? Ну окей, вот там 55% у Лупуса. Так, блин, этих Лупусов 57 человек катало, попробуй найди его. Понятное дело, что тот, кто его купил, умеет играть. Но, как правило, у нас ребята просто покупают такие машины, как Лупус. Те, у которых руки не из кормы. И те, которые действительно в игре проходят крайне много времени. И могут, в принципе, любую машину отыграть просто-таки великолепно. Второй товарищ, это Фараон. Ну окей, Фараон-то машина классная. У него три снаряда. Может делать все, что он хочет. Короче говоря, вот такой вот он ликан по техническим характеристикам и по сравнительной таблице с другими ребятами на уровне. Ну что, ребят, поговорить-поговорили. Давайте теперь посмотрим, что эта машина реально может в бою. Может ли она в принципе хоть что-то. Что хорошего в ликане? Ну первое, это его уникальный внешний вид. Такой, как у Фараона, такой, как у Могильщика, у Франкенштанка и подобных транспортных средств в нашей игре. Это действительно машина, обладающая своей изюминкой. Нет машин, на кого он похож. И я за это ликана просто обожаю. Я в принципе обожаю те танки, которые кардинально отличаются от других своим уникальным, офигенным, ну в чем-то монстроподобным внешним видом. Но, ребят, все-таки не только за внешний вид мы любим машины. Мы любим машины еще и за фан, который они могут нам принести. Если мы не те, кто любят машины только за их результативность и за то, насколько они годные. Я имею ввиду годные в результатах боя по статистике. Не знаю, что сейчас делать. Жду пока наши определятся. Двое ТТ ждут. Я сам на передовую ехать вообще не хочу. Ну вот, серьезно. Я так понимаю, Зюто тоже не хочет воевать. Ну а квас, он просто стоит молча. За это время объект 244-й подкатился. Ну что, поехали повоюем. Подвижность просто класс. Вопросов по подвижности у меня к машине никогда не было. Вот время сведения меня всегда вымораживало. Просто до безобразия. Если сейчас, обратите внимание, я сейчас остановлюсь. Давайте попробуем с вами прицелиться в домик. Да, вот в этот вот. В дежурку. Ну долго, согласитесь, очень долго. Сейчас попробуем вот так сделать, да. Вот пошло сведение. Короче говоря, пока сведешься, реально можно родить. И разброс, ребят, тоже очень большой. На дальних расстояниях с таким разбросом особо не поиграешь. Вот сводимся, смотрите. Ну это просто капец. Сейчас фартануло, сейчас залетело. Как правило, на ликане, когда играешь, если полного сведения ты не сделал, то в целом готовься к тому, что ты промахнулся. Там с вероятностью где-то 93%, 95% даже. Сейчас, наверное, кто-то скажет, а ты считал вообще статистику промахов там в процентах и так далее. Нет, ребят, не считал. Это просто вот так, знаете. К слову, пришлось плюс-минус, похожее на правду. Время перезарядки ему хотя бы добавили бы, уже было бы куда комфортнее, куда интереснее. Ну а так отыгрывать на машине очень сложно. Так, кто там меня контрит? Пань Лун, товарищ. Забрали. Ну, Пань Лун, в принципе, он мне вообще не страшен абсолютно, по одной простой причине, потому что у него нет. Вот то, что я говорил, видите, я не свелся до конца и снаряд пошел в принципе вообще в такую сторону, что капец. Огромный, огромный, ребят, разброс, даже при полном сведении твое орудие все равно кидает куда хочет. Вот сейчас мне не хватило времени вообще ни на что. На любой другой машине я бы сейчас уже в бочину тигру засадил на 400. Ну а здесь так не получается. Вот просто не получается. Ай-яй-яй. Ну, блин, да ну ладно, ну это вообще косяк какой-то. Реально, мощности не хватило на горку заехать. Гусеницами зацепился за тигра. Все, не пускают никуда. Мне бы ехать сейчас лицо месить Блэк Принцу. Так нет, меня сдерживают труп соперника. Отъедь, пожалуйста, если тебе не сложно. Ты красавчик, конечно, что ты меня поджимаешь и сталкиваешь, но все-таки надо немножко поаккуратнее быть. Что ты мне подсказываешь? Сейчас товарищ отхватит. И поедет отдыхать. Так. Не знаю, данная катка, я считаю, абсолютно непоказательная. Очень хорошо отыграла команда. Я понимаю, что, ну, типа, на что, в принципе, сетовать-то. Но мне-то хочется заехать и куда-нибудь там пободаться с кем-то, а не так, чтобы команда за меня весь бой вытягивала. Хотя, по результатам боя, я думаю, что я нахожусь приблизительно где-то на третьем месте в команде по урону. Если будет лучше, я очень сильно удивлюсь. Так, смотрим. 2160 единиц урона. Знак классности третьей степени. Я получаю по фарму, ну, я бы сказал, неплохо. Можно сказать, 50 тысяч серебром на седьмом левеле за вот такой пустяковый бой. И ничего себе. Я занимаю первое место в команде по урону. Но, правда, не сильно большой отрыв от второго места, но существенно ушел от третьего. Но, в целом, блин, ну, получается какая-то, знаете, дурацкая двоякая ситуация. Играешь на танке, особого удовлетворения не получаешь. Не знаю почему. Ну, просто потому что, наверное, сложно на нем играть. Так, чтобы давать какой-то результат. При этом всем результат у тебя получается. При этом ты занимаешь первое место в команде по урону. При этом на сервере целых 56,4% побед. Что является, в принципе, можно сказать, самым высоким показателем. Ну, правда, не считая крушителя. И при этом всем ты умудряешься все это делать на орудии, которые ужасно сводятся. Которые ужасно долго перезаряжаются. Просто немыслимо косое. Без полного сведения. С огромным разбросом. И с хреновым пробитием против восьмых уровней. Ну, как-то вот так вот, ребят. Из песни слов не выбросишь. Против меня фараон. Вот здесь уже интересно будет. Если мне получится с ним схлестнуться в неравной схватке, я больше чем уверен, что фараон меня вынесет. Потому что его барабан, он более толковый, чем цикличная пушка лекана. Опять-таки, фараон, когда появится, бог его знает. Не все смогли фараона заполучить себе в ивенте. Ну, просто потому что не все смогли его заполучить. Кому-то не фартануло, кому-то не выпал. Ну, в общем, вот такая вот правда жизни. Кто-то не смог накосить нужное количество знаков классности. Ну что, поехали. Попытаемся, как обычно, в принципе, для лекана отыграть от башни. Кто-то сейчас, наверное, в комментариях начнет писать по поводу того, что ГСН, ты очень придирчив, ты вот прицепился, тебе субъективно машина не нравится. И даже несмотря на то, что машина дает результаты, ты все равно продолжаешь говорить, что она в чем-то нехороша. Может, я с вами, ребят, даже и соглашусь. Возможно, мое внутреннее ощущение машины, оно все равно как-то не сходится с тем, что машина реально дает по результатам. Вот сейчас против АТ-8 мне выезжать вообще не то, что остро противопоказано, а ни в коем случае нельзя этого делать. По той причине, что АТ-8, она обладает точным орудием. Я точным орудием не обладаю. Она обладает броней, и, соответственно, я не хочу сейчас стоять и пытаться на своем, в крайне точном орудии, пытаться выцелить ее комбашню. Ну, просто нет такого желания. Вот вам время сведения. Блин, пока сведешься, родить можно успеть. А вот вам точность орудия. Будь я на какой-то другой тачке, ну, с гораздо большей вероятностью, я бы сейчас комбашню у тигра выцелил, пробил, ну, и, в принципе, радовался бы нанесенному урону. А так не сильно получается. Ну, что делать? Что делать? Попытаться отыграть как-то вот так вот? Ну, блин, ну, время сведения просто капец. Ну, вот что делать, а? Слава тебе, господи, мне не прилетело на 400... Ой, на 640, простите. Это с учетом того, что... Спасибо, что башню отвернул, дал мне возможность кинуть тебе. Это с учетом того, что я броней не обладаю. Ну, как таковой. Может, где-то какая-то рандомная, типа, там... Есть в отношении того, что, типа, фортануло. Вот он, фараон, подъехал, правда, он уже ко мне под ранком. Наверное, поэтому у меня все и получилось. Вот тебе на пробитие сразу. Куда пробили? Да, понятное дело, куда. В нижний бронелес, что там угадывать-то особо? Довернулся. Это я уже психанул. Так, надо с этим что-то решать, как можно быстрее. Ребят, помогите мне. Очень сильно помощь нужна. Хоть кто-нибудь, хоть где-нибудь. Спасибо большое. Добрали, товарища. Так, начинаем сводиться, параллельно перезаряжаться. Все, ушел. Отъезжаем назад. А, он тоже отъехал. Хе, ладно. Я так понимаю, короче, что процент побед на данной машине, он не от тебя в основном зависит. Он зависит от того, насколько классно, ну, затащила твоя команда. Может, как-то в этом кроется секрет побед на данной машине и процента побед, который показан в сравнительной таблице. Всего лишь 950 единиц урона. При этом, ребят, мы получаем с вами по фарму чистоганом 21 тысячу округляя. И при этом все, мы занимаем, ну, смехотворное третье место с конца. Ребят, вот такой вот он ликан. Я не собираюсь ничего вырезать, не собираюсь ничего выбрасывать. Машина такая, какая она есть. Для кого она? Она однозначно для коллекционеров. Она однозначно для ребят, которые любят абсолютно нестандартные, уникальные по своему внешнему виду танки в нашей с вами игре. И она для тех, кто хочет раз в несколько месяцев, ну, или раз в месяц выкатить на несколько каток данную машину, просто для того, чтобы расслабиться, не переживая за свои проигрышные бои и за количество среднего урона. Вот такой вот он ликан. Если вам нравятся честные обзоры, я думаю, вы знаете, что делать с вот этим желтым шридиком в правом нижнем углу. А на данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»